Всем привет, дорогие друзья! С вами Даня Махоган и Семенов. Сегодня мы расскажем, кто будет противостоять Virtus.pro в четвертьфинале The Boston Major, по какой системе пройдет групповой этап и Лиг Мейджор, какой игрок будет защищать честь Тим Суламид в Лиге Легенд, и как изменилось число зрителей чемпионата мира по Лолу по сравнению с прошлым годом. Закончился первый день плей-офф в The Boston Major 2016. По итогам матчей определились первые пары в четвертьфинале. Команда Virtus.pro G2A обыграла IG Vitality со счетом 2-0 в первом матче дня. В четвертьфинале VP G2A встретится с Evil Geniuses, которые оказались сильнее Wings Gaming. В третьей игре Warriors Gaming Unity поборолась с комплекцией гейминг. Команда из Малайзии обыграла североамериканский коллектив со счетом 2-0. Их соперником в четвертьфинале станет OG, которая победила MVP Phoenix. Проигравшие команды покинули турниры и заработали 62,5 тысячи долларов. Второй игровой день начнется с матча Digital Chaos против Team Faceless. Затем сыграют и Home, и Team NP, а Newbies встретятся с Adfinem. День закончится игрой LGD Gaming и LGD Forever Young. Все матчи пройдут до двух побед. The Boston Major 2016 — четвертый мейджор-турнир по Dota 2. В соревновании участвуют 16 команд, половина из которых получила приглашение. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов. Мероприятие проходит в Бостоне, США. Генеральный директор Elite Кристина Алехандро объявила, что групповой этап The Elite Major 2017 пройдет по швейцарской системе. Ранее организаторы сообщили, что применят эту систему на ланг-квалификациях турнира. В турнирах со швейцарской системой все команды играют в одной группе. Первые пары определяются посевом, затем победители предыдущих встреч играют с победителями, а проигравшие — с проигравшими. Для выявления восьмерки сильнейших при 16 участниках команды проведут 5 туров. На всех предыдущих мейджор-турнирах по Counter-Strike Global Offensive в групповом этапе организаторы использовали систему GSL. Участников делили на 4 группы. В каждом квартете в сетке Double Elimination определялись два лучших коллектива, которые выходили в плей-офф. Elite Major 2017 пройдет с 22 по 29 января в Атланте. На нем сыграют 8 команд, которые вышли в плей-офф на ESL1K 2016 и 8 лучших коллективов с ланг-квалификацией, который придет 15-18 декабря. Призовой фонд The Elite Major составляет 1 миллион долларов. Wild Turtle вернулся в состав Team Solomit по Лиге Легенд. Он будет выступать с командой в регулярном сезоне LCS. Все игроки TSM остались в организации после 2016 Season World Championship, но Double Lift взял отпуск на первую половину 2017 года. Его и заменит Wild Turtle. С 2013 по 2015 год, когда киберспортсмен уже играл в Team Solomit, в составе команды он победил на IEM Котовица, 2014 NA LCS Summer и 2015 NA LCS Spring. 2016 год Wild Turtle провел в Immortals, с которыми занял третье место в 2016 NA LCS Spring Split и 2016 NA LCS Summer Split. Команда проиграла гранд-финал квалификации на чемпионат мира 2016 в составу Cloud9 со счетом 3-1. Team Solomit — североамериканская организация, основанная в 2009 году. Имеет состав по Лиге Легенд с 2011 года. TSM участвовала в гранд-финале восьми сезонов NA LCS и победила в четырех из них. Команда выступала на каждом чемпионате мира, и лучший результат — пятое-восьмое место в 2014 году. В 2016 году коллектив не вышел из группы. Riot Games опубликовала итоговую статистику по турниру 2016 World Championships. Согласно докладу компании, в этом году чемпионат мира по Лиге Легенд установил новые рекорды по общему числу зрителей и количеству просмотренных часов трансляции. По данным компании, финальный матч чемпионата мира между командами SK Telecom T1 и Samsung Galaxy смотрело 43 миллиона зрителей. Для сравнения, финал прошлого года собрал у экранов 36 миллионов человек. В этом году фанаты League of Legends посмотрели 370 миллионов часов турнира, что на 10 миллионов больше прошлогоднего рекорда. Благодаря введению системы краундфандинга, призвой фонд 2016 Season World Championship был увеличен с 2,1 миллиона до 6,7 миллионов долларов. Остальную статистику можно посмотреть в итоговой инфографике на сайте cybersport.ru Ну а на этом у меня все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...